Мы покидаем это мероприятие, нас пригласили сюда студенты, но мы видим, мероприятие никак не начнется, поэтому мы говорим до свидания. Продолжение следует... 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 Те перкоти, которые на нас кинули, то было жахливо на самом деле. И я не понимаю, зачем это было делать, Януковичу, зокрема. И может нам пояснить кто-то из присутствующих. Дякую. Доброго дня. Я Валентин. Мене зовут Валентин. Я из Нікопольского аграрного колледжа. И хочу сказать про свою позицию такую. Я вижу сейчас много людей, кто-то хочет до Евроинтеграции, кто-то не хочет. Те, кто хотели, сейчас они на Майдане. Те, кто не хотят, они дома. Моя позиция, что нам до Евросоюза равноватого. Потому что, по-перше, каждый из вас понимает, что все наши заводы, они не отвечают этим требованиям. Если мы пойдем в Евросоюз, наши заводы закрываются. Каждый из вас должен про это понимать. То есть, быть много безработных. То есть, мои родители, дети, они будут без работы. Это хорошо? Я считаю, что это не хорошо. Конечно, у каждого из вас есть своя позиция. И сейчас тут на сцене можно будет и про это сказать. Я, пожалуйста, запрошу тех, кто хочет выйти. Добрый вечер. Добрый вечер все. Меня зовут Олег Кириченко. Депутат городского совета. Прошел от партии Фронтзмин. Все знают Арсений Петровича и Синюка. Сейчас у нас группа демократы называется. Это тот же коллектив, но так как Арсений Петрович под кевчину пошел, то весь коллектив Фронтзмин остался как бы переименовавшись. Это я хотел объяснить, чтобы все поняли. Тут зрадников нет никаких, пока тут студенты. Мы были Фронтзмин, стали демократами. Все до единого. Стоим на позиции оппозиции. Мы все на Майдане. На Никоборском Майдане, на Днепропетровском Майдане и на Киевском Майдане. Ну, хотелось бы... Вот у меня есть пять минут. Ну, и как бы для того, чтобы дискуссия пошла, вопрос-ответы. Что самое важное и самое главное в стране? Это человек. Да? А что для человека самое важное и самое главное? Это здоровье. Это его благополучие. Правильно? Спокойствие. А получается так. Почему это все произошло? А произошло это потому, что никто не ведет никакого диалога с людьми. Никто ничего не объясняет, не говорит. Или все получается как двойные стандарты. Шли и шли в Европу до последнего дня. И в последний день говорят, все, мы в Европу не идем. Почему так? У многих возник вопрос. Значит, получается, кто-то в этом виноват, кто-то не доработал. И давайте самое главное. Вот смотрите. Говорят, кабинет министра в отставку. Есть несколько причин, действительно давным-давно ему уже уйти в отставку. Это избиение молодежи, а потом просто-напросто бездействие, ни вникание ни в какие договора, которые мы должны были подписать с Евросоюзом. В последний день, оказывается, мы узнаем, что Россия нам ставит железный занавес, нашим предприятиям, нашим товарам и так далее. Ставит железный занавес, и мы потом кричим «Караул!» «Ой, что ж мы делаем?» Над этим должны были работать целые коллективы, кабмин, как мы говорим, и так далее. Никто этого не делал. Все в последнюю минуту. Почему не было сказано, что у нас, оказывается, есть предприятия, которые ориентированы на Россию? Есть предприятия, которые ориентированы на Запад? Так у нас в экономике? Так. В последний момент, правильно, наши браты-россияне, браты, начинают ставить палки в колеса и говорят, ну, вашу продукцию не берем, работу давать не будем, ну и так далее. Начиная «Рошен», «Порошен» и все остальное. Металлы, сыры, молоко и все остальное. Мы смотрим экономики Кырдык. Замечательно. А раньше почему никто об этом не думал? Точно так, как не думал, когда били молодых людей. Точно так не думали про экономику заранее. Никто ничего не объяснял и не говорил. Поэтому должны уйти в отставку. В Прибалтике рухнул потолок. Министр в отставку сам пошел. Здесь избили уйму людей, причем неоднократно. Виноватых нет. Здесь уже шли к подписанию, не подписали, обманули уйму людей. Виноватых нет. И как можно дальше так быть? Что делается? Вышел Майдан. Вы знаете, я даже не сомневаюсь, что там... Пускай 100 тысяч там находится на Майдане. Да пускай 10 тысяч. Ладно? Регламент, пожалуйста. Дайте еще 2 минуты. 2 минуты. Ну хорошо, два слова. Самое последнее. На Майдане стоят люди. Я даже не сомневаюсь, что среди этих людей есть, как и сторонники оппозиционных партий. Точно так есть и сторонники, и партии регионов, провластных. Там все есть на Майдане, которые голосовали и за партию регионов, и за Батькевщину, и за удар, и за всех. Они там все есть. Вы смотрите, что делают правительство и та же партия регионов. Нет, чтобы президент, раз уже ты до такого допустил, да, со своим Кабмином, безответственность такую по Евросоюзу, по избитию людей. Да выйди ты на эту сцену, на эту трибуну, выйди и заяви, что виноват тот, тот будут наказаны. Мы делаем это, это, это. И за подписание виноват тот, тот. Есть виноваты. Всем ясно и понятно, что мы будем делать завтра. Почему-то ставим вторую трибуну, людей туда свозим, окружаем, окружаем забором с Беркута, а потом кто-то делит страну. Так кто делит страну? Те люди, которые вышли из-за своего будущего. Теперь послушаем студентов. Договорились. У студентов есть? Студенты за майбутние, да? Студенты за майбутние. Подождите, у студентов есть вопросы какие-то? Есть. Озвучьте, пожалуйста. У меня к вам такой простой вопрос. Конечно, да, плохо поступили, то, что побили студентов. Ну, плохо. Мягко, форма тоже. Степень градации имеет значение. И, да, процесс пошел не очень гладко. Но у меня вопрос такой, вот, тоже к Арсению Петровичу, я думаю, вы за него сможете ответить, в крайней мере, для никого, так сказать, грамады. Ладно, за себя. Что вы предлагаете, какой альтернативный сценарий происходящих событий? Элементарно. Не нужно изобретать велосипед. Есть президент. Вертикаль отстроена полностью. Сейчас у нас президентское правление. Выходит на трибуну. Только не где-то на свою трибуну и перед теми, которые так люди подневольные и в рот заглядываются. А перед Майзаном. Там есть и его избиратели. Причем половина это 100%. И говорить, что виновные будут наказаны. Эти уходят в отставку. Правительство однозначно нужно в отставку. И мы садимся за стол переговоров. За круглый стол. Куда оппозиция не может прийти. Требования никто не выполняет. А с какими предложениями вы хотите сесть за круглый стол? В дальнейшем развитии. В чем они будут выражаться? В продвижении евроинтеграции и так далее. Как они расходятся с нынешней позицией, которая есть? Вот в чем разница? Чья позиция? Вот здесь официальная позиция власти, которая говорит, что надо... Мы идем в Европу, но надо немножко задержаться. Потому что возникли вопросы, трудности. Поздно говорить. Действовать. А еще да. Я прошу прощения. Я прошу прощения. Я помогу. Это обычное воспитание. Если кому-то хочется покричать, то вы попите на улицу, правда? И кричите. Во-первых, человек задает вопросы. Человек на трибуне отвечает. Если нет просто культуры внутренней, то тогда надо как вновь убить. Мне он ей научится. Давайте уважать. За вопрос-ответ, комментарии можно выйти и задать вопросы. Это мы все очень велики. Правда, просто услышать друг друга мы не можем. Спасибо большое. Изначально за реформу только говорили. На самом деле реформировали, по большому счету, никаких систем. Ни судентных, ни МВД, ни прокуратуры. Просто не было. Все на бумаге. Давайте начнем с главной книги, да? Или Конституции. Давайте, возьмем пятую структуру. Вот с нее начнем. Потому что если мы с нее не начнем, мы в Европе не нужны. На самом деле в Европу, в Европе, в Европе вступила. Никто работать не хочет на постубежнике. Они читают, что с ними делали. НАТО, допустим, у которых зарплат нет, пенсии низкие, предприятия стоят. Замечательно. Но опять, смотрите, что президент не выйдет и не скажет. Да я езжу, я езжу в Россию, я езжу в Европу, я торгуюсь. Чему-то я об этом знаю, что ездит в Европу и торгуюсь. Ну хорошо, что вы знаете, я тоже об этом знаю. Видите, я говорю, а никто не знает. На самом деле. Никто не знает. О новости. Сколько было встреч, о которых вообще никто не знает. Подождите, президент, который официально, на страну представляет. Если он торгуется, правильно, он выторговывает больше для того, чтобы покрыть потом. Те, допустим, затраты, которые придут с подписанием того или иного договора. Предприятия какие-то там остановятся, закроются. Людям нужно компенсировать все это время, пока они там реконструкции сделают, модернизации сделают. Все это время им нужно платить, чтобы они жили, а не выживали. А еще, не дойдя до вот этого подписания или до этого момента, да, уже предприятия многие стоят. Из-за внутренних проблем. Они свои бизнес-интересы решают, олигархи, а страдают наши украинцы. Как наши расплавные заводы. Олигархи свои интересы бизнес решают. А завод стоит. А зарплаты только треть выплачивается. Мы даже на совете городского совета обращение писали. Правильно? Было такое. Просто были там предложения. Это что за тарифом на их пище? За тарифом. Но мы не можем командовать чайнику, почем ему продавать товары. Это бесполезно. Это глупо. И мы записали, что решая свои интересы, чтобы не страдали наши горожане. Точно так и президенту идет обращение. И все мы это пишем. В принципе, я смотрю, у нас цель абсолютно одна. Спасибо. Молодой человек. Можно я тоже вопрос задам? Устроил ответ. Да. Продолжаем. Спасибо. Можно я вопрос задам тоже, пожалуйста? Пожалуйста. Почему, допустим, вы хотите, чтобы полностью правительство подало в отставку под Новый год? А не проще ли просто помочь им нормализовать ситуацию в стране? Каким образом? А какая гарантия того, что если вы придете в власть и все нормализуется? Мы сейчас не идем в виде, в какую власть. Нет, ну подождите, вы поставили четкие позиции о том, что вы власть должны подать в отставку. То есть они плохие, мы лучше, мы исправим. Мы должны уйти. Пускай находят следующие и исправляются с ситуацией. Исправились за ситуацией. Если человек, директор предприятия, не справляется со своей работой, что с ним делать? Уболь меня. Берут другого, более квалифицированного специалиста. Вы же молодые люди. Вы же это должны сделать. Ответом все довольны? Продолжаем. Выходите. Еще одна просьба. Кто хочет выразить свое мнение, пожалуйста, для этого есть микрофон. Не кричите с места. Я в парке регионов. Спасибо. Павел Михайлович, подожди. Я вот только попросил. Вот микрофон. Павел Михайлович, что студенты, партийной символики не должно быть. Хорошо, я ее уберу. Позвольте, пожалуйста, партийную символику. Хорошо, я уберу. Спасибо. Значит. Для этого есть микрофон, пожалуйста. Хорошо. Значит, смотрите, о Евросоюзе мы говорили давно. Пришел Янукович, и стали у нас реформы происходить в стране. И стали мы говорить о Евросоюзе. И говорили много раз. И о том, что наши предприятия стоят, мы знаем, почему стоят. Потому что газ, который договор был заключен неправильно, очень дорогой. И наша, вся продукция, она по себестоимости очень дорогая. У нас приостанавливаются заводы. У нас остановилось производство. Говорят, Польша выскочила. Польша выскочила из-за нас. Потому что мы сели, вот там болото. И рынок сбыта практически польский у нас. Нас туда не пустят. Мы там не будем. Я за Европу. Но для того, чтобы перейти в Европу, вот как говорит президент, мы должны порешать вопросы перед этим. Мы должны с Россией найти общий язык. Потому что рынок сбыта у нас большой этап. И мы это почувствовали, когда был развал Союза. Это вы не знаете этого. Мы были на талонах. Мы были без денег. Мы были без работы. Мы были нищие, мы были голые. У нас забрали деньги. У нас забрали все. И мы вернулись к тому времени. И мы, вот те люди, которые были в том времени и сегодня, мы это ощущаем и знаем. И знаем, что снова при этом переходе у нас в то время, когда развал Союза был, люди умирали голодной смертью. Я как депутат говорю, я ходила, вскрывала квартиры. Бабушка закрывалась вот там и адреса рвала и все, чтобы и дети мне говорили, потому что произъезжались зарабатывать деньги. И мы вскрывали, бабушка голодной смертью умирает, чтобы не просить ни у кого. Мы вскрывали квартиры и отвозили, отхаживали. Нам не нужно сегодня это же. Для переходного периода снова придется много времени нам потратить 7-8-10 лет. А как же семьи должны жить? Да рынок сбыток сюда пойдет. А купить, работать, кидать семьи. Сегодня западная Украина, она привыкла так. Она едет, выезжает. Они семьи потеряли. Они детей не видят. Воспитывают бабушки, дедушки, или папа остается, мама уезжает, или папа уезжает, мама остается, семьи распадаются. Они высылают деньги. Но не все только в деньгах, а в кормлении о том, чтобы семья сохранялась, стабильность какая-то была. И вот на протяжении этого времени, что мы вступали в Европу, говорим, что ЕС, ЕС, но ни одно положение, которое выставляла Украина, не выполнено. К нам не прислушивались и считали, что Украина это такое. Только сегодня Европа заговорила и сказала, что они просчитались. Уже Украина не такая, вот то, которую можно просто так наклонить, просто в рабство взять. Да, мы не хотели быть зависимы ни от России, ни от Европы. Мы вот тут золотая серединка. Пусть Европа в каждой их голове будет. Пусть Европа в каждой семье будет. Пусть мы будем сами собой. И примут нас, как людей. Как цивилизованных людей, но не униженных, приниженных. Почему же нам сегодня выставляют, если вы... Почему сегодня мы без денег? Потому что долг, вот тот, который брала Юлия Тимошенко, мы сегодня его отдаем. Нам не дали кредит. А если и так, то у нас получится тогда двойная оплата. А процентная двойная оплата... Поэтому собирается все для того, чтобы отдать. А если и кредит дают, то ему как дают? С условием. Вы вот это должны забрать, вот это убрать, вот это... И вот тут повысить, вот тут и все. А где же демократия? О какой демократии говорит, когда нам ставят, выставляют тысячи условий. Коль мы дали, вот так сделайте. Это значит пустить народ опять к обещанию. Поэтому мы на сегодняшний день ожидали, ведь все время обещали. И одна сторона, а не другая сторона. Поэтому президент говорит, мы должны переговорить и с Россией. Мы не хотели быть зависимы от нее. И с Европой мы должны переговорить для того, чтобы было так, как положено, для нас выгодно. Для государства, для нации, для Украины. Чтобы вы вот эти переходный период, 7-8-10 лет, не страдали. Спрашивают больше. Вам подъемные давали, когда вы вступали? Да. Вам потом дали? Да. Вам потом дали? Да. А нам ничего. Поэтому стоит вопрос не о том, что отменить, а вступить и вступаем, но только с условиями. И сегодня Европа согласно сесть за стол к переговорам, пересмотреть все свои вопросы и поменять немножечко отношение к нашей Украине, к нашим людям. Я понимаю, что сегодня взяли молодежь, студенчество, выставили наперед, на мороз. Кто дал право сегодня выставить молодежь, детей из школы закрыть, сорвать учебный процесс, ведь все, я заканчиваю. Ведь учебный процесс должен идти, а в свободное время вы можете выходить. Но мы сегодня выставили молодежь, да, осудили все, что неправильно поступили, но там была провокация. И для того, чтобы разобраться, разобраться во всем нужно. Мы улыбаемся, но хочется, каждый хотел бы, чтобы это было справедливо и конкретно. И я считаю, что молодежь, которая туда попала, она не виновна. Виновны те, которые организовали с одной стороны, и виновны те, которые не отследили, чтобы это правильно было. Не ребята виновны. Мы их толкнули на преступление. И мы сегодня снова призываем, что идем и идем. Давайте теперь поднимем вопросы. Может есть у кого-то. Молодой человек, выходите к микрофону. Ну, на голову поставим. Доброго дня. Меня зовут Роман Сергеев. Попросы вынесло. Я вам не знаю, что вынесло. Попросы вынесло, на самом деле, очень много, потому что мы слышали много того, чего нет. По-перше, что очень таки цены у вас в очи. Я работал в Буковеле, лежным инструктором. Я приехал сейчас в Нихополь, чтобы сапрой поехать до Киева. И вы говорите, что людей там выставили? Нет, нет, нет. Я в другом смысле говорю. В учебных заведениях вывели, ребята. Свободное время вы можете ехать. Но ведь закрыли учебный процесс. Приостановили его. Кто-то углавный. Заключите, пожалуйста. Ну, никто никого не выводил, не выставлял меня. Ну, я сам 2012-го в выпуске. Мои друзья учатся в Киеве. Мы знаем, что точно никто никого так не выводил. Если студенты знают, что сейчас решается их будущее, что они не хотят жить с такой владой, с таким, как Янукович, по-перше. И они вышли. Вышли против этого. Вышли за его решение на свое будущее. Поэтому, я подумал, и что до экономической ситуации. Вы говорите, что сейчас у нас такие проблемы, потому что наши попередники набрали кредитов. Вы знаете, сколько Янукович набрал кредитов? А мы же сдаем эти кредиты. Мы же все кредиты отдаем. Ведь используются деньги для отдачи кредита. Ну, вы начинаете неправильно говорить? Честно, я... Вы знаете, сколько? Точные цифры я не знаю. Да, если он набрал, скажи. Я могу помочь. Вы так, вы можете помочь. Вы можете помочь. Я говорю, что это помочь. Вы можете помочь. Вы можете помочь. Вы можете помочь. Отойдите, о чем вы говорите. Все услышат без микрофона. Давайте мы закончим. Да, буквально. Значит, это информация СБУ. Это было по специальному телевидению. Официальная информация. Ну, есть микрофон. Чего мы к балакам превращались? Ежегодно вывозится 60 миллиардов гривен. 60 миллиардов. Это 8 миллиардов долларов. Ежегодно... Извините, а при чем вывозится до той цифры, что назвал парень? Еще раз говорю. Еще раз говорю. И повторяю. До того, чтобы... Нам нужно, чтобы отдать кредиты МВС, нам нужно, чтобы поднять экономику. Мы сейчас просим деньги, опять кредиты просим. А эти деньги есть у нас. Вы понимаете, что они есть у нас? И до такой степени у нас коррумпированное государство, что 60 миллиардов гривен может спокойно в трагогах выликать и границы. Я хочу сказать, что наше государство сегодня 20 лет живет за счет того, что построили при советской власти. И сегодня мы пьем, трощим, делим, никак не поделим, никак мы его не соберем до кучи. Все то, что было добыто. А сегодняшний день мы ничего не построили, а сегодня только начинаем делать. И вы знаете по городу. Сколько мы ремонтов сделали за эти два с половиной года. Сколько мы детских площадок строили. Сколько мы сделали для детей. Сколько всего. Ведь до этого времени этого не было у нас в городе. Что бы вы говорили? Давайте покусим. А вот просто секунду, смотрите. Можно Руслану Ивановну что-нибудь в руку? Да. Я предлагаю всем старым доброе советское время на руку поднимаем. Давайте будем поднимать и на руку нормально. Я буквально, я имею право на вопрос. Вы не уходите, если как бы тоже вопрос, вы позадите. Да, смотрите, я... Смотрите, вопрос молодого человека. Вообще правильно сказать. То есть то, что ваша идея, вы едете. Это ваше право, ваш выбор. Вы пришли, вы стояли. Просто я хотел бы одну реплику. Может быть так вопрос, знаете, касательно. Смотрите, если бы мы, предположим, на секундочку, на секундочку. Евроинтеграция была, мы шли, куда-то мы должны были вступить. Не вступили. Экономически, политически вопрос сейчас не обсуждаю. Если бы страна подписала бы евро на доцентрику, скажем так. То в принципе по претензии к президенту Януковичу она как бы не существовала. Сейчас один вопрос только к президенту. Плохой, потому что случилось то, что случилось. Только в этом. Капра последняя. Капра последняя. Все, я понял. Для себя. И второй вопрос. Все-таки большая, огромная просьба. Не заниматься... Славоводие всегда называют. Скажите, вы сказали, кредиты полученные. Там урядов было много. Президентов было несколько. Последний транш Евросоюза был 15 миллиардов долларов. За правление последние три года. Сколько кредитов? 60 миллиардов гривен. Это, скажем, кадры по сравнению с тем, сколько вывели с 91-го. Потому что была самая богатая из постсоветских государств. Это была Украина. Вопрос. Вывели десятки, а то есть сотни миллиардов долларов. В первое десятилетие независимости Украины. И второй вопрос. Вы сказали о кредитах. Просьба все-таки. Кто-то скажет, сколько за три года привлекли внешних кредитов государство Украина. Сколько разворовали? Это мы сейчас можем друг другу рассказывать. Я видел 10 миллиардов. Я слышал два. СБУ сказала. Послушайте. Я все равно говорила, да? По поводу прошлого нашего собрания. Извините буквально еще секунду. Почему наша трубная площадка не продала трубы корпорации Shell? Я задаю вопрос. А кто-то здесь есть, представитель Shell? Или кто-то присутствовал на переговорах о приобретении труб? Нет? О чем мы говорим? Он опаздывает. Да. Он не приехал пока, да. Поэтому давайте так. Если мы говорим внешние кредиты. 10 гривен. 10 миллиардов. Знаете? Или кто-то здесь присутствующий? Я не знаю. Вы знаете? Я просто сейчас не готов сказать. Я знаю, что стоимость газа для Украины сегодня по контрактам 530 долларов США за тысячу кубометров. А можно вопрос к тому, кто вопрос задает? А на сколько? А можно как-то раздадут? Да. Вы же сейчас сейчас задаете вопрос к тому, кто задает вопрос. Да. Так вот я к вам теперь. Да. Слушаю. О. А вы знаете, что Фирташ дешевле получил? Да. Купил. Да. Послушайте. 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 Фирташ договорился. Вообще здесь есть друзья близкие Фирташа? Нет. Повторю вопрос следующий. Руслан Иванович. Я сейчас ответил на вопрос. Давайте пробуйте сейчас ответу и вам задают вопрос. Я послушайте. Вся Украина знает. Як же ты дали? Послушайте. А то, что Фирташ есть, это вопрос. Я сегодня говорю. Официальный договор страны Украина стоимость 530 долларов. Эта информация доступна всему миру. У нас есть скидка 100 долларов за Харьковские соглашения. Это тоже декларированные вещи. О том, по чем покупает Фирташ, сколько он, какие машины он покупает и как он живет, и сколько он денег тратит там на развлечения и где он развлекается, я не знаю. Если вы знаете, вы очень осознавленный человек. Спасибо огромное. Конкретно. Вот пытались к вам. Нет, нет. Нет. Подождите, подождите. Тут не по плану пошло. Есть ли вопросы к Руслану Ивановичу? Пускай он выйдет на сцену, вы ему позадаете. Можно я? Я понимаю, что вы сейчас решите. Есть кто против? Нет. Я возьму из регламента 3 минуты. Я понимаю, что вы не понимаете, я поставлю 3 минуты. Я отвечу за 3 минуты на вопрос и сяду. Хорошо? Раз уже начал. Можно я позицию свою выложу? Да. Только я хочу сказать, дело в том, что мы сейчас отвлекаемся. У нас тема Майдан. Хорошо. Майдан. А мы сейчас пошли уже в контракты. Мне задали вопрос по ГАСу. Я вам на ГАС ответил. Избитые дети. Хорошо. Хорошо. Можно? Подписан договор с Евросоюзом и так далее. Пожалуйста. По Майдану. По Майдану. Скажу позицию свою. Давайте так. Мы сейчас, я так понимаю, в штыки воспринимаем вопросы партийной бедрежности, может быть, это правильно. Давайте. У нас сегодня, если так говорим, у нас есть некая победа. Мое отношение к Майдану. Скажите. Что касается... Есть разные понятия для меня Майдан. Я лично для себя скажу. Смотрите. Все, что касается Майданов типа, то, что мы читали на сессии, стажки, забастовки, силовые протестания, погромы, захваты зданий, все остальное, я категорически против. Что если вложить в понятие Майдан выражение, мне молодой человек очень понравился. При всем уважении, что там, как бы мы с вами не дошли с вопроса кредитования, мне очень понравилась его жизненная позиция. Если Майдан это жизненная позиция группы людей, тем более молодежи, которая говорит, для нас европейские ценности, это здорово, я за эти высказания и за такую организацию. Я вам честно скажу, я по-хорошему радовался, когда молодые ребята в вузах встали и сказали, мы хотим, и там были флаги Евросоюза, евроценности, все остальное. Мне очень было приятно, когда некоторые политические лидеры, не буду называть фамилии, попытались войти в эту, скажем, колонну, им сказали, пожалуйста, уйдите, мы не в партиях, мы просто хотим подписать договор. Вопросов нет. Вот, если понятно, против погромов, против стачек, против димашек, против захватов, против баррикад, как бы, ну, послушайте, сейчас не будем разбираться, кто куда, где, на кого, против всего неконструктивного, против всего революционного, потому что есть эволюционный путь, есть эволюционный. Революция, это всегда разрушение. Революция никогда не бывала еще мирной, даже самая бескровная революция приводила к определенным разрушениям. Эволюционный процесс, это хороший процесс. И вот в это то, что молодежь встала и сказала, мы считаем, мы большая часть этого социума, мы ваше будущее. Я, если помните, я всегда говорил, молодежь, дети это 30% населения, это 100% его будущего. И если дети сказали, мы будем так, я уверен, что мы будем в Европе жить. И мы там будем. Спасибо, я закончу, можно? Поэтому мы будем там жить, и это прекрасно. Прекрасно. Вот это прекрасно. Вопрос. То, что совершили на площади независимости по отношению к этим молодым ребятам. Это преступление. Наказать нужно виновных. Наказать нужно людей, которые создали эту ситуацию. Нельзя ни в коем образом винить ребят, ни в коем случае. Они выше не пытались выявить свои чувства, проявить как-то. Вопрос. Кто манипулировал в какой-то степени и ими, и Берпутом? Берпут. Послушайте, я вам просто уйду здесь, я сейчас не надо отрисать. Берпут, Берпут. Слушайте, что такое Берпут? Это специальное силовое подразделение милиции, которое осуществляет силовые акции там, где существуют преступные... Вот вопрос. Преступные организации. Они в принципе себя так ведут везде. Кто поставил туда эту силу, и кто ее направил, и кто дал КАМАЗу этих людей? Стал люди. Вот здесь нужно разобраться, и этого человека наказать. Правильно? Горангий, Господин. Послушайте, ну послушайте, давайте скажем, организация объединенных наций, когда взяли и разбомбили Иран. Кто должен был? Послушайте, кто должен отвечать? Председатель организации, извините, объединенных наций, да? Но он же же как организация гарантирует мир. Давайте не будем искать гарангий. Послушайте, здесь один вопрос. Там есть вертикаль определенная. Сегодня гарант отреагировал на ситуацию. Сегодня я вам скажу, насколько я понимаю. Это 22-й день. Да, пожалуйста, вы руку умеете понимать? Я в школе никогда вообще не был. Ну вы меня просто сбиваете, это неуважение ко мне. Если вы меня не уважаете, ну, нехорошо. Виноват, Господин. Ну поднимите руку, я же раз и на отвечу. Ну вы догадываете, да? Если нет, больше не буду. Спасибо. Послушайте, я вам позицию свою сказал. Найти виновных надо. Будут, что это, начальник Беркута, генерал, которого уволили. Это ведь там начальник министр, министр внутренних дел. Вопрос. Ну послушайте, я вам с другой стороны говорю. Киев стоит. Эти баррикады, это противостояние. Послушайте, но мы же люди. Давайте сядем. Детей, вопрос детей. Надо было огородить другим Беркутом, который бы защищал от того Беркута. И сейчас это нужно будет сделать. Но послушайте, хаос, развал и вакханалия, это не путь страны. Потому что мы сегодня с кредитами, без кредитами не будем уже эти деньги считать. У нас, мы сегодня находимся в кризисе. И это отрицать глупо. У нас проблемы. Проблемы у всего мира. Да, весь мир находится в состоянии второй волны кризиса. Люди добрые. Девятый, теперь по поводу правительства. Устан Иванович, просите, регламент. Да, все, еще, я заканчиваю. Смотрите, по поводу правительства. Смотрите, большинство Верховной Рады есть. Правильно? Вопрос. Сейчас говорит оппозиция о чем? Давайте создадим техническое правительство. Люди добрые. Что такое слово техническое правительство? Если нужно кого-то разогнать, то давайте разгоним какую-то другую организацию. Послушайте, найти в состоянии кризиса, остаться без управляющих структур в государстве центральной, которые тогда будут в акционале. Вопрос. Мы отправляем их в отставку. Послушайте, большинство у партии регионов. Сегодня они все автоматически выполняют обовески. Они никуда не уходят. Если они куда-то уйдут, то выберут все равно другое правительство с другим человеком. На что вы не согласитесь? Послушайте, есть только возум. Если бы у вас предложение, есть Петров, Сидоров, Иванов, а и они войдут в правительство техническое. Потому что звучит слово техническое правительство. Что касается, давайте разводим всех, это абсурд. Без парламента, без президента, без правительства у нас завтра не будет Украины вообще. Нас оккупирует кто-то. И будет глупым тот человек, который этим не воспользуется. Нельзя было. В 2004 году революция, да, помаранчивая. Она говорила чуть-чуть, без президента. Но было правительство... Давайте послушаем, Руслан Владимирович. Спасибо. Спасибо. Вопрос. Промайдан сказал, да? Нет, вопрос. Есть вопрос, да? Да есть, пожалуйста. Не явно. Руслан Владимирович, вы, конечно, такой проинформированный очень в вопросах жизни нашего государства. Обращаюсь специально на русском языке, вот, чтобы было вам понятней. Я мог бы и на украинском. Но я же не держал. А вы в обоих. Да. Вот вопрос. Вам, конечно, известно, что Беркут, спецподроздел милиции, это незаконная структура в нашем государстве, которая создана вопреки законодательству Украины. Вы знаете об этом? Послушайте, я могу такими же подколками начать ваши дискуссии? Нет, нет. Если вы не знаете украинского языка, и человек, который осознает, я вам это расскажу. Нет, ну вы ответьте, вы согласны. Послушайте, нет, только... Вы знаете, что Беркут незаконная структура, вооруженное формирование в Украине, незаконно созданное. Слышали об этом? От вас первый раз, если прокомментируют. Значит, обращайтесь в интернет, вот, смотрите пятый канал, вот, вам там юристы, генералы, специалисты, расскажут, что да, действительно, это... Вы проинформируете меня, согласно чего вы такое заключение сделали? Лично вы, вы все очень проинформированы через интернет. Информирую вам, что 20 лет назад, вот, была попытка создать вот эту кувалду, которая сейчас и существует в Украине, под названием Беркут. Министерство юстиции не пропустило такое формирование, посчитало недоречным. Но в Москве, вопреки решению Минюста, в Москве, в Киеве, вопреки решению Минюста, была создана такая структура, которая со временем, тышком-нышком распространилась по всей Украине. И сейчас в каждом городе областном есть такое подразделение Беркут. Это раз, на всякий случай. Дальше, ответить теперь на такой вопрос. Вы что, серьезно считаете, что Беркут мог пойти там на людей, броситься отгромить их без команды нашего гаранта? Вы что, думаете, что кто-то... Личная команда президента, вы считаете, была дана сотрудникам младшему составу Беркута, чтобы он подбежал и детей бил? Для этого у него есть Азаров, Захарченко и много других генералов, которые по цепочке передают команды. То есть президент первый отдал и пошел по ступенькам? Нет, я вопрос. Вы считаете, что Янукович абсолютно не знал, был на охоте и не знал, что там бьют судентов на Майдане. Вы допускаете такое? Я могу отвечать уже? Можете. Можно я с первого вопроса? Конечно, конечно. Послушайте, незаконные формирования Грифон, Китан, все силовые подразделения охраны силы подразделения милиции считаются незаконными. Я вам скажу, что в службе безопасности Украины здесь существует подразделение Альфа. Очень много силовое, физзащита существует, подразделение, силовое подразделение вооруженное существует в органах налоговой администрации. Послушайте, я честно говоря, мне кажется, что я сплю. Вы человек вообще бывший военный. Послушайте, я понимаю, что вам очень хочется быть остриком и, грубо говоря, очень... Ну давайте не обо мне, давайте об Беркуте. Давайте об Беркуте. Послушайте, не говорите ерунды. Первый вопрос. По второму вопросу. То есть вы считаете, что Беркут законно существующая в Украине вооруженная подразделение? Я бы отреагировал как-то по-другому. Но, послушайте, вас это оскорбит, наверное. Послушайте, второй вопрос. Вы говорите, он вопрос ответом. Да, я понял, я бы сказал, послушайте. Второй вопрос. Я не считаю, что президент Украины Виктор Федорович Янукович дал прямую команду сотрудникам Беркута в тот вечер штурмовать, штурмовать, детей и их бить. Второй вопрос. Я не думаю, что президент Украины дал команду. Спасибо. Спасибо, я удовлетворю вас ответом. Третий вопрос. Спасибо. Вы считаете, это уместно президенту уезжать за пределы государства, когда побили студентов, перебили, бог знает сколько, народу и бросили за решетку, спровоцировали нападение на здание администрации президента и так далее. Это нормально, что он поехал в Китай, потом в Сочи? Как вы считаете? Здесь звучала, у Олега звучала такая фраза. Послушайте, если менеджер не справляется с своей работой, да, ситуацию не выполняет, что не нужно менять? Послушайте, я вам одно скажу. Там менеджеров, которые должны были заниматься текущими вопросами и вот которые нужно головы поснимать. Десятка, там, наверное, три, а может и больше. Вопрос задачи, основная задача гаранта и руководителя страны решать вопросы выхода страны из кризиса. И вопрос сегодня, когда мы имеем финансовые блокировки со стороны Российской Федерации и отсутствие финансовой поддержки со стороны Евросоюза, когда у нас сегодня продолжают наращиваться вопросы выплат и финансовых, нам нужны инвестиции. То в этой ситуации для нас каждый день, что нас кормили обещаниями все, а вместо этого нас поставили на колени, и нас хотят поставить на колени, он поехал решать вопросы производственные. В том, что нужно было заниматься Майданом, Майданом нужно заниматься с точки зрения политической ситуации. Руслан Иванович, я вам ответом, очень толковой ответ. И последнее, сейчас скажу просто. Вы считаете, это слабость президента или не проинформировалось, что до сих пор он не подрывал головы тем, кому вы говорили, там, генералам, менеджерам, до сих пор, уже прошло столько дней, а они ходят с головами целые, живые, еще комментируют что-то по телевидению. Это слабость Януковича или это он умышленно делает? Слабость, честно, я просто не совсем понял вопрос, это слабость, не слабость президента, я не могу это все дело характеризовать, но чтобы он слабый, не слабый. Поясняю вам, Янукович знает, что в Пакаме он там куда-то ездил, здесь генералы, там, полковники чинили, значит, это самое, плохие вещи, вот, опозорили его. Он приехал и не оторвал им головы, он что, слабый что ли президент? Спасибо, я еще раз, может, повторю, по поводу слабости. Мне кажется, это единственный президент, который, в принципе, занял определенную позицию за годы независимости Украины. Знаете почему? Потому что он сказал, мы не будем вести на поводу ни у России, ни у Евросоюза, у нас есть Украина. И поэтому нас бьют. А тогда, когда нужно было Грузии на войну с Осетией поставить половину вооруженного боеспособного комплекса, Украины сняли с боевого дежурства ракетные комплексы у нас и поставили, до сих пор мы деньги не увидели. И была целая комиссия Верховной Рады, которая доказала, что мы отдали просто так Грузии для совершения интервенции часть боеспособного арсенала Украины с боевых дежурств. И потом наш президент поехал по команде президента Америки выступать на площади в поддержку агрессии Грузии. Правильно? Помним все, да? Это новость. Вы не знаете об этом? Я включить. Я включить, пожалуйста. Я скажу, что я власть. А теперь, чтобы вам было просто понятно. А теперь вопрос, что касается... Здесь вопрос никто не подъедет, заняли позицию. А теперь, что касается всех. Но если вы знаете, кто виновен... А я на сегодняшний день, создана комиссия. Кто ее возглавил, можно тут рассуждать. Правильно, неправильно. Дана команда генеральной прокуратуре. Идет расследование. Слушайте, нужно по крайней мере понять. Уволили начальника киевской милиции, которому напрямую подчинялся Беркуль. Салавыч, простите, мы уже от темы отходим. Я не знаю, что он рассуждает президент или Роман. Ну да, подождите, извините, пожалуйста. Вы знаете, в этой ситуации отстраняют этого подозреваемого генерала. Понимаете? И потом ведут расследование, разбираются. Это практика мировая такая. И у нас в Украине она применяется. Захарченко улыбчивый, такой нормальный, симпатичный, молодой человек. Дает интервью по телевидению. Вам нравится это прекрасно. Да, да. Я думаю, вам тоже нравится. Он же министр внутренних дел и подчиняется напрямую президенту. И без его команды пальцем не шевернет. Я прошу прощения, что перебиваю, но тут есть и студенты, которые тоже хотят высказаться, кроме опозиции. Пожалуйста. Салавыч, дозвольте два запитания. Да. Первое. Чому, вот я вижу, вы засуджуете разгон Евромайдану. А вот чому, например, наша Мирская Рада не поступила так, как Мирские Ради и другие в Украине, и не приняли резолюцию, в которой засуджуют эти кровавые разгоны, которые пытаются наказать. Это их, кто виноват. Такое вопрос. Если вы засуджуете, депутат, каждый отец, каждый отец засудживает, когда их в один убьют. Через это в Киеве и вышли 1 грудня люди. Послушайте, ну я не знаю, скажите тогда мне. У нас, по-моему, президент осудил эти действия. У нас министр, который улыбчивый, который кому-то не нравится, тоже осудил. У нас все это осудили. Вся вертикаль власти, которая обвиняет в этих вопросах, осудили это все. Я в свое отношение сказал. Скажите, я дерусь, потому что я дерусь. Да, смотрите, вот вопрос, что мы хотим, вопрос нужен, я, насколько понял, у нас было предложение, официальное предложение, объявить общегородской страйк. Это было зачитано резолюцией. Вопрос, там один из функтов было. Когда мы встречались, я сказал, сейчас повторю, майор, как бы у нас все, кто здесь присутствует, думаю, подходят, ничего не изменилось. Мы, в принципе, не понимаем, осуждаем то, что произошло по отношению, там, 100-200 молодым людям, которые находились в тот момент на Майдане, и то, что сделали в той ситуации, кто отдал этот приказ, ну, нельзя было их бить, потому что они не представляли угрозу. Послушайте, вам для этого нужно оформить документы. Давайте я вам от межков головы напишу письмо. Я маю на уважение, смотрите, у нас такая градация по Украине выходит, что захист, центр, они принимают такие результаты, а на сходе нашего края, в том же Донецку, принимают, что, нафаки, поддерживаем, что побило студентов и разгінали Майдан. Послушайте, вы передергиваете. Ни один парламент, ни один парламент, не поддержали бьение студентов. Поддержали разгон Евромайдана. На разы не конституционного... На разы не? Послушайте, послушайте, ну, давайте так, вот, чтобы мы опять не говорили, послушайте, вы опять передергиваете, Покажите мне эту резолюцию и давайте по ней подняться. Вопрос на ведение конституционного порядка я поддерживаю 100%. Я против смещения в этой ситуации правительства, Барангарской Верховной Рады, смещения президента. Вопрос и все силовые противостояния в городе Киеве, тем более в городе Никоболь, во всей Украине. Я этого против, потому что у нас очень много проблем на сегодняшний день. Я против того, чтобы били детей в любом месте. Я вам особо передавал резолюцию, помните, мы приходили до вас на круглый стул. Я три раза вас просил последний абзац прочитать, помните? Нет, я помню, я вам сейчас напоминаю, есть четыре пункта, которые требовались. А абзац последний, это была деталь, если вы не принимаете резолюцию, тогда запрошим людей. Один из пунктов был вернуться к Генеральной прокуратуры. Если на сегодня уже прошло, сколько, сегодня 30 дней прошло, 12 дней, 12 дней, ни одного человека не притягнули до ответственности. Если Генеральная прокуратура досы не сделала ни одного действия, мы вернулись, тридцатная громада, города Никоболь, до вас, как гаранта Никоболь, до наших депутатов, чтобы они вернулись до Генеральной прокуратуры и попросили, еще раз нагадали им, чтобы они проголосовали и наказали тих винных людей. Мы вас просили резолюцию, депутаты пообещали ее на наступных, на наступных встречах проголосовали за эту резолюцию и вы перетестали вернули до Генеральной прокуратуры. Правда? Ваша думка, пожалуйста, вы сделаете это, вы допомогите это организовать. Спасибо. Спасибо, я могу ответить, да? Слушайте, смотрите, я вам сейчас повторю, все вижу нашу дискуссию опять вновь. Смотрите, там было ваше обращение. Я сказал, что в принципе каждый человек может обратиться и к президенту Украины. В любом инстанции. Политическая сила, физическое лицо. К любой орган власти вы имеете право обратиться. Второй вопрос. Там был ряд обращений и ряд требований с вашей стороны. Он был, ну там было несколько, правильно? И в конечном счете это заканчивалось, да, четыре, правильно. И в конечном счете сказали, мы по каждому пункту с вами прошли. Там по первому пункту, за суды, я сказал, однозначно неправильно, студентов нельзя было бить. Все, вторым пунктом, там выразить недавирую президенту, там еще что-то решили, отставку правительства. Я вам сказал, я против этого, по-моему, я сейчас не готов сказать. Теперь вопрос следующий. Технологически, технологически. Руслан Иванович за депутатский корпус высшим законодательным органом по закону местного самоуправления является Совет Депутатов. Правильно я понимаю? Если Совет Депутатов поддерживает решение, проголосованное, резолюцию, то мы в принципе его голосуем, оформляем. Если нет, резолюции нет. Я не могу. Вопрос, я, у меня свои там полномочия, с точки зрения гаранта, там документы оборотов у меня полномочий больше на сессии проводить. Вопросов нет. Я говорю, обращайтесь в городской совет, мы рассматриваем этот вопрос, включаем в повестку дня, если включаем. Потом, если голосуем, потом оформляем, если там будут пункты, я вам сказал, какие мои отношения, которые я не поддерживаю, я вам сейчас об них сказал еще раз. То я вам сказал, я их не поддерживаю лично я. Я не буду голосовать ни за какие отставки, потому что это неправильно. Неправильно. У нас есть мероприятия. Свергнует до Генеральной прокуратуры. Вы поддержите? Депутатам висковой ради. Засудите и найти винных, покарате винных. Треба написать, мы просим у вас, депутатам висковой ради, чтобы они проголосовали и сделали сверхнение до Генеральной прокуратуры. Один из четырех вопросов. По ситуации на Майдан. Возвращает. По резолюции, там все написано в резолюции. Дякую. Вашей, которую вы приносили? Да. Послушайте, еще раз объясняю, там четыре пункта. С которыми я не согласен. По поводу детей я согласен. Послушайте, по вашей резолюции, по старшим, я не согласен. Если будет обратиться, привлечь виновных, единственный вопрос, привлечь виновных за избедение детей, я поддержу этот вопрос. Все остальное я не поддержу. Ни отставок, никаких Байданов, никаких Старчиков, никаких забастовок, ничего не поддержу. Нормальный вопрос? Вы просто смотрите, резолюцию, вы будете ли, что я ее не поддержал. Хотя там было четыре пункта. Подайте резолюцию. Спасибо. Есть вопросы? Нет. Да. А тут мне уже говорят, заканчивай, Руслан Иванович. Слазь в бочки. Я готов. Шановный Руслан Иванович. Спасибо. Ответьте, пожалуйста, на один такой вопрос. Когда президент Украины перестанет врать и выйдет на диалог с народом? Извините. И партия региона в городском совете тоже сам. Я бы очень сильно был доволен, если бы Виктор Федорович стоял здесь. Я бы у него точно так же спросил. Слушайте, ну, вы точно так же, господин Романович. Я обращаюсь к вам, как в городе партии региона, в городе Ника. Простите у меня. Хорошо. Как вы? Вот вы сказали, что вы плохо относитесь к тому, что разогнали Майдан. Избили детей. Избили детей, да. Молодой человек. Наш городской совет имеет право по закону, по Конституции созвать неочередную сессию и принять эту резолюцию. И обратиться к гаранту Конституции, чтобы он дал указание Генеральной прокуратуре провести расследование. Понимаете, прошло 22 дня. По закону Украины расследование должно быть и ответ должен быть в течение 10 дней. Почему прошло 22 дня, и до сих пор никто не понес ответственность? Это первый вопрос. Второй вопрос. Можно я по очереди буду отвечать? Хорошо? Смотрите, я что касается ответственности. Люби, друзья, дорогие мои, ни капанчане, что ответственность есть? Уголовная, административная. Ответственность за разгон, за избение детей уже минимум понес. Вот этот корюк, который начальник ГУБ, его выгнали, вот сейчас мазан, бывший земляк наш, начальник милиции. Уже какие-то... Послушайте, стрелочек, ответственность уже наступила определенная. Второй вопрос. Второй вопрос. Послушайте, я, конечно, понимаю, что хочется, чтобы мы, Никополь... Я понимаю, что Никополь, знаете, такого нет, такого отношения, что если Никополь потребует... Все, Пшонка скажет, вперед, всех найдем позади. И третий вопрос, третий ситуация. Смотрите, на сегодняшний день я лично два раза уже в обращении президента слышал, он дал поручение. Создана комиссия, дал поручение Генеральной прокуратуре. Они сейчас ведут досудебные расследования за вас на... Извините. Уже пересохла в органе. Они ведут расследование. Послушайте, и мы сейчас... Вот я вам всегда говорю, давайте не будем смешными. Если бы все сказали, ничего не произошло. Ничего не было. Тогда можно было бы сказать, нет, мы видели, и наша позиция такая. Сегодня все пытаются разобраться, кто прав, кто виноват. Сейчас не будем. Кто пытается кого-то прикрыть, сейчас не будем это вывозгнать. Но сегодня эти мероприятия идут. Идет разбирательство в нескольких направлениях. Сегодня для того, чтобы получить какое-то признание с точки зрения местных, партийных, оппозиционных организаций, при всем уважении, вы просто поймите меня правильно, что мы вот такое сделали, Ну, послушайте, давайте не будем пиариться. Давайте лучше обратимся с тем, чтобы нам оказали какую-то помощь и решили вопросы про пласпу казначейства, чтобы мы могли дороги у себя заделать. Давайте обратимся лучше с тем. Хорошо. А вот смотрите, по политическому ДТА. Я вам просто говорю. Еще вопрос. Значит, смотрите. Есть такая информация, что с вашей стороны был издан указ уволить. Ну, мы потом с вами лично, если захотите, встретимся, я вам скажу, кого уволить. Господин... Скажите, кого фамилию. Ну, мы с вами отдельно. Не надо отдельно. Скажите вот здесь, чтобы все слышали. Какой указ я даю? У меня указов нет, но пусть я буду уже указов давать. Распорядочный. 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 Будем разговаривать по-другому. Вот на круговом столе, на вашем, в котором мы присутствовали. А скажите фамилию. Ну, мы с вами отдельно. Да не хочу я с вами отдельно. Вот люди тебя. Не еще. Руслан Иванович. Фамилию скажи. Руслан Иванович, еще скажите, пожалуйста, такой вопрос. Кредиты взяли. Кого-то токарь указан, пытается уходить. Говорите правду. Руслан Иванович, еще вопрос такой. Скажите, пожалуйста. Нимаю руку. Да, хорошо, снято. Вы говорите, что Янукович не давал приказ. Президент Украины является гарантом Конституции. Президент Украины является верховным главнокомандующим. Подождите. Как без его команды могут действовать его подчиненные? Скажите вам пример. Послушайте, послушайте. Смотрите. Сегодня вы знаете мою личную позицию. Послушайте. По поводу попоров. Давайте это не будет привлечаться в мою пресс-конференцию. Смотрите. Давайте вы ко мне опять, да? Последний, хорошо? Смотрите. Есть пример простой. Где вы знаете сегодня позицию мою, моих товарищей депутатов, коллег, которые сегодня против попоров в больницах, в садиках, в школах, да? Скажите мне честно, не капачались все, да? Сегодня есть больницы, в которых с вас деньги берут? Есть. Много берут. Много берут. Послушайте. Теперь скажите. Я даю команду. Ищу, на кого нахожу, увольняю. Не указан, правда? Есть другие мероприятия. Увольняю тех, кого уличил во взяточе, в вымогательстве и все остальное. Но эта ситуация остается? Берут. И сказали, дайте я иногда знаю, мне говорят, вот то пусть токарь не берет, вы нам не указали. И берут. Теперь скажите, можно сказать, что токарь дал команду вот этому человеку брать деньги? Ну можно же, говорю, нет. А он берет. Он меня в подчинении. Меня в подчинении. Послушайте. Верховный главнокомандующий. Послушайте. Ну, это уровень государства. То, что ситуацию ему докладывали, и может он ее неправильно, где-то ему представили ситуацию. И это наверняка так. Потому что ситуацию дали не так. Те люди, которые планировали определенные действия, скажем так. Вот эту, скажем, акцию. И президента обманули. И ввели в заблуждение. Потому что в противном случае, ну я по нему смотрю, если бы он принимал какие-то решения, он за них обычно отвечает. И позицию этот доказал, когда нас на колени ставят. Поэтому сказать, что он дал личный приказ, послушайте, ну это абсурд. Разогнать 200 человек, 200 студентов на Майдане. Дал приказ президент на прямую подразделению между ним и этим подразделением. Человек 20 руководителей. И вот, я вам скажу, нерадивых половину из них. Я вам скажу, которым не то, чтобы подразделение не отдавать было. И они подвели и президента, и правительство, и всю власть скомпрометировали. Заметьте, только после этого начались столкновения. Извините. Только после этого. И кому это было выгодно? Где Нуковичу? Да послушайте. Ну я, честно говоря, так скажу. Поэтому не надо говорить, что он лично позвонил, сказал, начальник обердена. Вперед. Ну вы послушайте, давайте же быть нормальными людьми. Дякую, Руслан. Спасибо. Можно вопрос? Ну, остальное. Вет. Информация. Месяц в тому, меня зовут Радченко Игорь, мы проводим благодейную акцию «Святы Миколая Детям». До этой акции залучаются все громадские молодые, мировые акции, миста Ликополя, дуже багато людей. Мы уже четвертий рік поспіль проводим эту акцию. И у нас завтра был очень большой диалог с социальной службой, с виконкомом. Мы завтра подавали листи вчасно. И каждый рік мы просили для того, чтобы больше качественно. Мы вручаем подарки детям с малозабеспеченных родин, детям-инвалидам, ну, всех, кто в скрутном остановочке. И каждый рік мы просили спешки детей для того, чтобы больше професійно и в социальной службе просили спешки детей, кому вручать подарки детям. Кто сейчас находится в малозабеспеченных, кто в сложных условиях находится. Мы этим детям каждый рік, за четвертий рік поспіль, подарили подарки. Месяц тому, два недели тому, мне звонили, сказали, что мне написали 100 месяцев назад. Два недели тому, мне звонили специалист в отделе социальной работы. Я сказал, что все списки готовятся, мы обязательно передадим вам. Мы готовили эту акцию и произошло наступное событие. Можливо, ну, не, ну, может, повязано, может, нет, на мою думку. Вам не дали списки, я понимаю. Нам сегодня не дали списки, так. Это я, главный приказ. Нет, я хочу вас признаться, вы можете помочь организовать списки детей, чтобы все работы детям не залишли в господаринках. То есть я с вами, вы думали, что я с вами расправился, да, вы знаете, вы об этом имели в виду, да? Нет, нет. Я, честно говоря, не знаю, у нас был день инвалидов, мы, кстати, вот несколько последних лет привлечали и концерты, и спектакли, и здесь стол. Я вам скажу по инвалидам, я сейчас не готов сказать, если вам ее отдавали. Насколько я понимаю, у нас в определенное время работает программа, программа, я просто пойму. Я, кстати, был, я всегда присутствую на этом заходе, где эти детки танцуют, ну, они очень, своеобразно, согласен, это очень хорошо, что вы этим занимаетесь. Я вам скажу. Это вопрос сейчас, который надо. Да, да, смотрите, я вам одно скажу. Эти детки, первый вопрос, это защищенная информация, ну, она личная информация. Кожан Рик давала, а все равно. Я вам сейчас говорю, я почему говорю, я сейчас не понимаю. Второй вопрос, пришли детки не все, знаете почему? Потому что некоторые родители, детки стесняются. Ну, потому что инвалидность, ну, это, ну, это, ну, не совсем украшаемая вещь. И, может быть, даже нужно. Поэтому они, кто-то стесняется. Я сейчас не готов сказать, по какой причине. В любом случае, вы даже можете не поймать за цены расправы. И если каким-то образом, возможно, вам эту информацию дать. И если вы, как общественная организация, такими вопросами помощи детей занимаетесь, то я вам вообще во всем буду содействовать 100%. Все знают мое отношение к детям и к пенсионерам. Это одно, потому что даже не надо ничего придумывать. Поэтому я, ну, только единственное, чтобы потом мы с вами вместе по закону не отвечали в уголовном, понимаете, порядке. Поэтому здесь, да, вы. Ну, поедините. Это по поводу... Уважаемый Руслан Иванович, пользуясь случаем, я работник этого предприятия, что называется культурно-досуговый центр, пользуясь случаем и всех, я хочу поблагодарить актеру коллектива за ремонт. Не надо. Это, это... Хорошо, теперь, значит, по теме, по теме, да. Значит, никогда я в жизни не была политическим каким-то деятелем, даже в политику особо не вникала, потому что... Очень мне, кстати, понравился степень Раисы Михайловны, когда развалился Советский Союз. Не прислушались украинцы, восточная Украина в основном промышленная, западная Украина развалила, Украину убрали, стала отдельным государством. С историей еще знаем, в самом маленьком, когда были, чем меньше раздробленнее государство, тем беднее государство. Отделились мы, ладно. Я не стала вникать ни во что. И теперь, конечно, раз произошел Майдан, западная Украина поднимает. Второй раз западная поднимает. Евросоюз хорошо. Но, товарищи, вы сами понимаете, голливудская дорожка, вот эта красная, не для людей злым задом. Пока что надо одеться красиво, потом соответствовать этой голливудской дорожке. Правильно? Теперь такой вопрос. Вот говорят, студентов убили, вот это молодежь убили на Евромайдане. Значит, вопрос непонятный, что они там делали, студенты? Зачем тут обходить? Я вас прошу, вообще, задайте мне вопрос, я выяснил. Задаю вопрос, чтобы было понятно, чтобы было понятно, какую я имею тему. Значит, вы были провокаторы. Поэтому были провокаторы молодежи, я прошу, я прошу. А теперь... Значит, а теперь смотрите. Я там был просто. Про какие провокации вы говорите? Наш торец культуры готовится к новогодним праздникам. Мы готовы в бой, потому что мы всегда... Вот этот вот новогодний праздник, он совершенно ни с какой политической ситуацией не связан. Но мы, вот, например, я, немножко побаиваемся вот этих вот общенародных гуляний. А надо ли сейчас они? А не будут ли у нас провокаторы? Послушайте, я прошу, все, я понял, смотрите. Я вам скажу... Вы не ко мне, нет? Ко мне тут? Последний вопрос. Хорошо, я ухожу. Хорошо, последний? Смотрите, я вам сейчас коротко отвечу. Смотрите, что касается Майдана? Вот то, что происходит там, для меня было нормально, когда люди, студенты прошли, сказали, с флагами вышли, промитинговали, сказали, когда там начали жить, когда там начали строить баррикады, когда начали захватывать здания, послушайте, это уже политика, это уже инструмент, это моя позиция. И то, что дети туда приезжают, это хорошо, но когда вот это было, это было здорово, это было отношение, его нужно было увидеть, понять и все-таки для себя сделать вывод. Да, мы украинская нация, мы европейская нация. Что касается Нового года, у нас стала доброй традицией. Мы всегда в Новый год открываем елки, мы там домики ставим, детский городок начинаем все время расстраивать, там олени, на которые все время молодые, глют шампанское, все время оно горит, а мы его все время ремонтируем. Взрослые, это понимаете, это хуже татар, понимаете, для детей все попортили. Ну, это просто, мы это расширяем, елка будет, у нас будет хороший концерт, у нас будет два. 19-го числа мы откроем елочку, вместе с батюшкой придет, мы там подарки раздним, 21-го у нас будет хороший концерт, с салютами у нас будет там, я не помню, как эта группа называется, но она будет, это у нас традиция, мы самые продвинутые годы. Новый год, я уверен, мы встретим в радушном, семейном кругу, все будут довольны. Вопрос, что касается Никополя, я в Никополе, не хочу майданов, я в Никополе, хочу, чтобы мы рука за руку стояли, я в партии регионов, вы в Батькивщине, в свободе, послушайте, давайте возьмемся за руки, обойдем эту елку, между нами пусть станут наши дети, мы скрикнем, елочка зажги, давайте, послушайте, будем одной страной, все хотят в этом мире, Евросоюз, Россия, любая страна, послушайте, Украина, нужна украинца, не России, России выгодно, чтобы мы на коленях стояли, Евросоюзу нужно, чтобы мы на коленях стояли, нами управлять сложно, послушайте, вот что им нужно, нас любить будет только украинцы, мы сами себя будем любить, другая страна, у них свои проблемы, они любят себя, Россия, россиян, Польша, поляк, французы, немцы, немцы, это нормально, мы относимся к другому по-человечески, но, послушайте, вы же должны понимать, Европа, Европа, это тоже империя, только цивилизованная, с нормальным отношением, с человеческим отношением, я всегда говорил и повторю, я всегда в Европе был очень много, и до выбора мэра, это по-общем, послушайте, я всегда говорил, Европа живет по-другому, они улыбаются друг другу, они общаются по-другому, они не изучают злобы, они не делят свою страну на куски, за редким исключением, там, Баски, вот эта проблема, они не считают, они считаются нацией, послушайте, вот у нас Европа начнется, когда мы друг друга любить начнем, когда мы просто придем и сядем, а вы видите, я вам честно скажу, когда между баррикадами стоит приверженцы партии регионов, и люди, которые знают евроинтеграцию, ну показывают, я понимаю, что это сейчас немодно показывают, но там такая ругань идет, такая ругань идет, послушайте, что мы делим, детей нельзя было, послушайте, дети вообще-то, я, послушайте, я так радовался, когда они вышли, это было настолько здорово, потом мы вошли, поэтому смотрите, Новый год будет, я все сделал для того, чтобы у нас был Новый год, а не какая-то тачка-запастовка, это я вам гарантирую, хорошо, и все остальное, последний вопрос, я пошел, потому что я задержался, вот 4 рекламы, да, Владимир Владимирович, нет, нет, последний, нет, давайте потом, как в следующий раз, потому что все скажут, Руслан Владимирович опять выпился, опять, у нас еще другие едут, у меня вопросы, для хорских ассистов, все, постараюсь, взрослых людей, пригласили сегодня наши дети, для того, чтобы определиться, что делать, как будет дать оценку, взрослые дяди и тети, пришли, превратили их день рождения, в свое мероприятие, да, со знаменами, с воспоминаниями, и так далее, и мне это напоминает, уже встречу, я уже заведенный, хотя вы начали, с вами уже выходить, из этого родства, тут не хватало Маслякова, и тогда мы назвали жесткий КВМ, да, сейчас происходит, поэтому, чтобы смягчить это, вспомнить, зачем мы сюда пришли, два коротких вопроса в стиле КВМ, вы уходите, напротив исполкова, там, где должна стоять елка, стоит памятник, каких два слова там написано? про Европу? Европа и Никополь. Я бы не, я думаю, вы уже написали, думаю, я уже написал, чтобы не обстал, там стоит, все, понял, понял, там стоит, шварик стоит, и далеко от этих событий, написали Европа и Никополь, но ничего страшного, я вас обучаю, и вот, кто служил в армии, тут прекрасно, это команда, шагом, и мы пятки приподнялись, а теперь мы не знаем, выйти вправо на восток, или влево на запад, продолжите, пожалуйста, ряд, продолжите, пожалуйста, ряд, ричпорт, молокозавод, хлебозавод, мясокомбинат, рыбзавод, останавливаются трудные, что дальше будет, если мы пойдем на восток, или если мы пойдем на запад? Давайте так, я сейчас не знаю, я сейчас не за президентом, не за политику, не за партию, я сейчас скажу то, что я думаю, послушайте, я ничего не знаю, я президентом, я не общаюсь в телефонном режиме, вы меня в своем президенте хотите спросить, я вам скажу один, в Россию, в Россию, ну, сейчас мои коллеги, может не поймут, в Россию нельзя идти, просто, ну, вот нельзя, ну, я считаю, это мое мнение, не осуждайте меня, я люблю Советский Союз, я считаю с трепетом его, и мне нравится, Россия, это, это Россия, я все-таки считаю, нам нужно войти в Европу, нам нужно развиваться, нам нужно, мы часть, но послушайте, Россия, это часть нас, у нас, больше, да, самое, ну, это, это наш, вот как руку оторвать от нас, понимаете, Россия, это часть, и с ней нужно будет жить, но, послушайте, двигаться, я считаю, нужно в Европу, уходить туда, там цивилизация, там другой уровень развития, Россия сегодня осталась, вчера, там, где мы находимся, послушайте, вот этого не должно быть, мы должны общаться, нет, да, с собой, а лучше к ним приезжать, мы должны быть единым социалом, так получилось, что мы на дорожье, так мы восстали, послушайте, не посылай, двери не закрывают, послушайте, я, это моя личная позиция, и есть курс государства, и никто не отменил, то, что призупы нылы, так потому, что, чтобы не голодали, поэтому ситуация, я считаю, и моя позиция такая, нужно идти туда, там правильно, там по-другому, там другие ценности, там сильно, там десятки раз больше ВВП, там другой рынок, там другие экономические возможности, но Россией мы связаны, столетней историей, послушайте, это наши братья, и воевать с ними тоже нельзя, здесь нужно найти компромисс, нормальные взаимодействовать, и друг другу помогать, спасибо вам огромное, извините, что я вас очень сильно задержал, все, очень коротко, очень коротко, если вам предложат резолюцию, из одного пункта, в котором просят осудить, и наказать виновных, вы поддержите ее на городском совете? Я вас пять раз уже на этот вопрос ответил, поддержит, поддержит, спасибо, спасибо, у вас следующий выступающий, не буду, это не нужно, никого оставлять, никого сранить, ничего не буду, остальное, это можно срабатывать, доброго дня, Атаман Никопольский свечи, секретарь Рады Атаманя Львовско-Запорольского називого, засновник союза десантников Никополя, керевник клубу патриотично-весковой подготовки казахских десантов, Александр Шевченко. Ну, я памятаю, на сей юности была такая гранта, в которой мы выховывались, и я очень часто вспоминаю по жизни, и сейчас я хочу студентам задать такой своего рода тест, если бы вам предложили для пожитого жизни выбрать один какой-то ингредиент, соль или сахар, что бы вы выбрали? Соль, соль або сахар? Силь силь або сухар, да? Никто особи не скажет, что он хочет себе соль, все выберут сухар, правильно? Я понимаю. А сколько запропонуют? Вот на пожитие дело, только силь або сухар? Я не знаю, у нас сухар, наверное, но если бы... Но нужно что-то собирать, что-то трейти, потому... Сухар на вагонку будет. Раньше соль была на месте золота. Так вот вам, шановне, ответ на все, что происходит на Украине. И вы знаете, мне вот очень... почему мы не маем сили вимогать? Нет, мы хотим подписать и с Евросоюзом, и с митным кордоном. Почему у нас влада не мает такой силы? А потому что народ у нас не мает такой силы, даже подумать, и мы выбираем эту владу, которую мы достойны, потому что мы... и тому мы маем то, что маем. Меня особенно не влаштовывает та влада, которая сейчас, и те опозиционные лидеры, которых я сейчас вижу. Поэтому вся надежда на вас, на будущее, поэтому я активно занимаюсь выхованием молодых, вот, и запрошу вас до нас в клуб патриотично-військовой подготовки и казацкий десант. И я думаю, вот как раз, если бы сейчас Майдан сконцентровался именно на этом вопросе, вернуться до Евросоюза, до митного кордона, до сейсминута Украины, чтобы поддерживать и требовать подписывать договоры там и там, мне было бы совсем интересно, чтобы сказал Евросоюз, чтобы сказал Путин. И вот это бы узнало нашу Краину. Давайте над этим подумаем. Дякую. Александр, подождите. Может у кого-то есть вопросы? Дякую. Продолжение следует... У меня есть одно вопрос для вас. Например, Швейцария, ну, вы только что говорили, что нужно нам развиваться как армию в Украине, так и людям. У меня не касается армии. Например, Швейцария это страна, в которой вообще нет армии. И она живет покраще, чем другие страны света. Я говорю уже про нашу. Швейцария на данный момент самая социально обеспеченная страна света. Как вы это прокомментируете? У Швейцарии есть только охрана, короля и все. А все другие жители страны являются военно обязанными людьми. И все. Доброго вечера. Ну, по-перше, они живут стандартами сообщества, в котором уже не боятся, что на них кто-то нападет, потому что у нас один из одного чепляется. Есть НАТО, который им придет на помощь, есть ООН. И именно на это рассчитано. И в этом преимущество этого часа, что мы можем решить вопрос не оружием, мы можем дипломатически решить вопрос. Но нам армия нужна, и нам нужно развивать армию, потому что мы еще находимся не в том состоянии, как Швейцария и европейская государь. У нас православная государь, мы не такие демократичные, как там у нас есть еще много врагов, поэтому лучше нехай армия будет. Нехай будет. Вибачите, пожалуйста, я вот вышел. Я тоже вопрос. Одно вопрос задать про Швейцарию. Я просто прочитал очень интересную статью про швейцарскую армию. Швейцария есть, одни из милитаризованных стран в мире. Швейцария готова к войне, как никто другой. Почему? Во-первых, в Швейцарии запроваджена другая система военнослужбовая. Во-первых, все населения и мужчин и женщин есть военнослужбовными. Во-вторых, они проходят каждый год курсы, я не помню, там, где-то, я по месяцу, каждый год они проходят военнослужбовую И поэтому, если Швейцарию, ну, это, значит, не какая-то проблема света, военнослужбовая. Не, я не знаю, на базе. Швейцария полностью готова. Можно я сказать? Я, в целом, про то, что каждый человек там есть военнослужбовая. В чем ваша фраза? Вы сказали, что нет армии. Армии там нет. Есть только военнослужбованные люди. Армии, так как мы понимаем, ее нет. Но армия там каждый человек. Армия есть. Регулярные армии. Регулярные армии там нет. Нет, там есть военнослужбованные люди. Не забудьте сейчас нас. Другие вещи, все люди. Там есть армия резервы, которая выйдет на момент военных действий. А армия резервы это не армия. Я сейчас про армию, которая постоянно действует, которую мы кормим вместе с вами. Вы, хлопцы, я вас планирую, вы обои правы. И он вышел, чтобы дополнить и ответить на вопросы. Это нормально, я думаю. Вы молодцы. И это доброе, что у вас есть такая зацикавность. И это доброе, что студенты влаштовывают такие заходы. Я говорю, на вас надея, хлопцы. Давайте будем мудрее. Я для этого вышел, чтобы сказать, что не требует смотреться лево, право. И не требует выбирать або те, або те. Надо смотреться, где у нас золотая середина. в этом жизни все превращается благодаря двойности. Вот вопрос ответ, мужчина, женщина. И до тех пир, и на этом построен весь развиток життя. Так или иначе, все одно будет доброе, только что после этого останется. Залишите. Вот. Поэтому, когда эти противостояния начинают не бороться, а переходят до взаимодействия, вот именно тогда начинается райское доброе життя. Так вот, давайте будем идти до того, чтобы взаимодействовать. Все, дякую. Спасибо. Я хочу звернутися до всех студентов нашего города, до всех вчителев, потому что мы в будущем реформатами. От нас залежит наш будущий. Мисцева влада потребует нашего влияния и контроля. До речи, эти инструменты прописаны у Конституции Украины, есть закон о местном самовределении, и мы должны работать. На самом деле, мы стихнули ситуацию, что граждане Украины не знают своих прав и обовязков. В этом у нас, как я вважаю, и у меня есть люди, которые отрубают эту думку, у нас потребуют наши проблемы, что мы не знаем закону и своих прав. Поэтому я пропоную, как представители студентской ради, чтобы мы собирались вместе и провели лекции, где вы изучали детально законы про местное самовределение и формировали территориальные громады на местах, как это было еще потребно у Конституции прописано 5-й статей и другие статей, которые прописывают эти питания. То есть мы должны сформировать законы территориальной громады на местах в нашем области Никополя. Можно поделиться? А вы это кто? Меня зовут Китя Наталья, я представник Координационной Ради Козацтва Никопольского края. У нас была заснована группа, которая готовит провести круглый стиль. Главное вопрос, как будет статут территориальной громады города Никополя. Это будет формировано. Статут принятый, но круглый стиль будет обговорение стату территориальной громады, которые зареистрированы. Еще есть вопросы. У нас из регионов тренинги проводятся. Мы приглашаем всех. Спасибо. помогли. Здравствуйте. Есть молодежная организация, молодые регионы. И у нас начали такую программу, как территория права. И в ней мы на этих занятиях рассматриваем такие вопросы, как права граждан, права самоуправления. К тому же еще в Никополе создан студенческий, молодежный исполнительный комитет, для того, чтобы развивать гражданское общество и влиять непосредственно молодежи на власть и контролировать ее. Мы учаем в своей организации новой структуре территориальной громады, которая должна быть основана официально как юридическое лицо публичного права. То есть законы, которые надо изучить, и есть такая особенность, как Рима Белосарківская. Людина, которая ездит по территории, есть программа автомайдана, и они самым людям рассказывают о создании территориальных громад, как такого объекта, который працюю в сумме с нашей мисковой владой и контролирую ее. Есть вопросы? Можно я прокомментирую, послушайте, регистрация, юридическая регистрация, мисковая рада, была на нас в оконку, мисковая рада зарегистрована, я вам официально заявляю, и отчеты подписывают, это как есть обязательство, мисковая рада в 10-м році зарегистрована, мисковая грудничная особа. Мы потом устав приняли уже устав в 11-м году, юридическая особа прошла министерство юстиции и юридическая особа, заснованная зарегистрована, хотя она должна была быть зарегистрована еще лет 20-м назад при регистрации, но ее не регистрировали, но только в 10-м в 10-м волшебной полномочия, мисковая рада немало полноважен, а только потом в конце 10-го года мы зарегистрировали, юридическая особа зарегистрована, не может быть регистрация большинства основных, а кто основных? юридическая юридическая я, понимаете? Я думаю, что другого вопроса, инцентральная громадная давайте продолжим, да? Подлушаем, дискуссию закончили, у нас есть выступающие. Можно я начну? Разрешите? Я хочу по теме вопроса, вы знаете, я председатель общественной организации афганцев, я вот сейчас пришел и я пришел с одним целью понять мнение молодежи в отношении происходящих событий в Киеве. Превратилось все как всегда. Все на Руслан Ивановича, естественно, накинулись, но я не оправдываю там ни в чем и не защищаю, я просто говорю, все набросятся на Руслан Ивановича, все набросятся на того, на того, на того. Давайте ближе к теме вернемся. Значит, я, вы знаете, очень хотел бы донести до вас информацию. Значит, все вы помните события 20 сентября 2011 года. Наверняка все видели по телевизору, 12 тысяч афганцев чернобыльцев вышли на, не на Майдан, мы вышли к Верховному Совету, чтобы заблокировать решение. Я не саморекламой занимаюсь. Ребята, я обращаюсь к тому, что там вышли взрослые мужики, люди, которые прошли войну, которые прекрасно знают, что такое оружие и как оно стреляет. Нас никто не выводил. Ни партии регионов, ни оппозиционные силы, никто. И студентов, поверьте, среди нас не было. У меня резонный вопрос. Я не поддерживаю то, что избили студентов, ни в коем случае этого делать нельзя. Но у меня вопрос, кто их вывел туда на Майдан? Кто? Зачем? Сами. Замечательно. Ребята, подождите, не спешите перебивать. Вот я тоже умею кричать. Я просто задаю вопрос, что произошло потом? Почему вы сейчас не говорите о том, что там были нацистские лозунги, но почему вы об этом не говорите? Студенты, замечательно, ребята. Правильно, ваше право. Да не надо меня сейчас записывать во враги или сторонники кого-то. Я вам, Светлана Ивановича, могу урваться через день, если это будет нужно. Не об этом разговариваю и с кем-либо другим. Я просто говорю о другом. Ребята, задумайтесь, и сами себе задайте вопрос. Мы можем с вами дискутировать, можем не соглашаться друг с другом, но при этом, извините, захват государственного учреждения, мы, люди, еще раз говорю, мы вышли тогда к Верховному Совету и поверьте, у нас были провокаторов не меньше, чем вот здесь. Были гранаты, были пистолеты, мы самостоятельно этих людей тогда оттуда убирали, разоруживали и выводили за предел. Потому что мы прекрасно понимали, что мы таким образом, выражая наше мирное собрание, наше мнение, мы сейчас быстро превратимся в кого? В людей, которые нарушают конституционный строй. Вот почему сейчас об этом речи не идет. Сейчас говорят, Янукович не прав, да, не прав, Яценюк не прав, да, Яценюк не прав, и Камнибок не прав, да все неправы по сути своей. Ребята, давайте посмотрим на суть вопроса. Я считаю так, плохая политика тогда, когда о ней говорят люди. Люди должны жить и работать. Сегодня, завтра расти детей, и завтра с утра вставать, идти на работу, и снова с работы посмотреть телевизор, и чему-то порадовать. На сегодняшний день мы все заполитизируем. Давайте, на мой взгляд, давайте прекратим. Давайте просто жить. Бороться, бороться нужно, но я считаю, что единственным инструментом борьбы должны быть выборы. Вот давайте не пользуемся моментом. Кто-то о себе сейчас сказал хорошо, кто-то так сказал хорошо. Ну, давайте скажем так, я, например, скажу так, почему мы выходили сюда на площадь? Была тогда власть помаранчивая, льгот лишали, пришла партия региону, льготы не вернули, по крайней мере, нам точно. Вот, так что надо теперь делать? Хватать автомат и всех стрелять в этом? Это, конечно, неправильно. Ребята, давайте выходить на борьбу нормальным путем, эволюционным, как сегодня было сказано. Вот, есть выборы, формируйте своих людей, готовьтесь к выборам, на выборах выйдите и скажите свое слово, чтобы никого не проголосовало не 32,8%, а 98%. Вот в этом, я считаю, наша задача общая. Спасибо. А почему вы пришли до Верховной Ради, а не ходили только на выборы? Почему вы пришли тогда к Верховной Раду, а сейчас вы кажете, что не нужно идти туда? Вы тогда, отвечаю на ваш вопрос. Я лично категорически противник Евросоюза. Категорически. Это вам ответ, почему я сейчас не так. Нет. Почему вы вышли тогда захищать афганцев, а сегодня не потребуют ваши братья, афганцы, которые стоят сегодня на Майдане? Ну, я вам скажу так, в Украине примерно около 300 тысяч афганцев, из них 480 на Майдане. Давайте не будем говорить о афганцах вообще. Есть люди разные. В Днепропетровской областной организации нам звонили, предлагали, есть автобусы, все заправлено, ребята, собирайте группу, поехали. Мы не поехали. Скажу, отвечаю, почему. Мы вышли тогда, потому что мы видели конкретную цель. Мы должны были показать Верховному Совету, что люди не согласны с этим решением, они против того, чтобы принимали изменения закона статусы ветеранов. На сегодняшний день я отвечаю на ваш вопрос. На сегодняшний день, почему они поехали на Евромайдан, а я не понимаю, зачем. Я не понимаю. Студенты поняли, почему. Секунду. Вы знаете, я уже, так что-то скажу, вы очень любите дискутировать с места. Встаньте и скажите. Студенты поняли, а я не понял. Вот мне 50 лет, а я не понял. Вы чем-то меня упрекаете? Потому что я не понял. Мы вышли, вас пить побоялись, а их не побоялись. Вот первое, что. Прождите. Но я еще раз вам говорю, пожалуйста, проедите микрофон, я вас очень прошу. Меньше экспрессии разрывается. Давайте спокойно разрывается. Я же высказываю свою мысль. Я не враг ваш. Лично ваш. Я против Евросоюза. Я могу отрагментировать на любом уровне. Но я не враг ваш. Кому-либо из вас сидящих за. Я имею право иду к микрофону, пожалуйста. Меня слышно и так. Речь идет не о Евросоюзе. Речь идет о том, что вы вышли. Вас ведь побоялись. Вы за свои права вышли. Правильно вы сделали. Они тоже вышли за свои права. А их не побоялись. У вас было оружие, вы сказали, пистолеты, там все такое против. Это не оружие, это он говорит. Какое оружие? Нет, он сказал, я не говорил. Какое оружие? Он сказал, я ничего не говорил. Если бы еще под этим вынесли, то... Вообще, я совершенно о другом говорил. Совершенно о другом. Вы сказали, что у вас было, мы их выводили, скручивали. Я вам хочу сказать, лично вам, о том, что для того, чтобы выводить людей на улицу, нужно научиться людьми управлять. Когда выходят на улицу с нацистскими лозунгами, вы меня извините. О чем вы говорите? Студенты, вы выходили... Да я не за студентов, говорю. Вы же не студенты, никак вы не можете понять. Он запытается, гибердосу вам давить. Запытается, вот там не есть подход. Я? Это вы сказали. Я был? Я сказал, что вы где-то... Вы, ребята, вы сейчас... Не пробуйте, подожди. Назови хотя бы один нацистский лозунг, если вы понимаете, что такое нацист. Я еще не закончил. Для того, чтобы вы сегодня, кстати, господин Романов говорил, о интернете, ну, откройте интернет и посмотрите. Там все это есть. Я взял это с интернета. Я там не был, ребят. Пожалуйста, не накидывайте на человека. Я высказываю свою точку зрения, потому что я видел так же, как и вы. Ответь нацистские лозунги какие были? Я сейчас руку кинул вверх, как фюрер. Как же ты говоришь, это какие нацистские лозунги отбывали? Вот один вверх. Вот этот вот и был. Вот именно вот этот вот и был. А где вы такое видели, простите? Я там просто был. Вы не обеете, ребят. Простите, за какое число? За 30-е, когда был студенческий? Я не помню число. Простите, я закончу. Или после того, как Майдан уже проведился политический после разгона? Вы, ребят. Нужно разделять... У меня нет понятий, Майдан до того или Майдан после того. Он, по-моему, был с начала и до сегодняшнего дня. До 30-го числа Майдан был без партийных флагов, чисто студенческий. После того, как нас разогнали, он стал политическим, когда миллион человек... Ну, не миллион, сколько там насчитали. Высок первого числа. Я не знаю, какого это было числа. Я это видел на прошлой неделе. Сегодня у нас среда. По-моему, в субботу. Стояли молодые люди, нацистская свастика на руке и вот так хай. Это могут быть провокаторы. Я могу сказать то, что... Нет, так я студентов ничего не обвиняю. Я просто вам говорю, что то, что я видел. Почему мы сейчас говорим о правомерности действия Януковича? А почему мы не говорим о другой стороне? А почему там? А то там правомерность. Нет, почему... Подождите. Почему получается... Вот сейчас Романов кричит. Сейчас Днепровский на счет... Давайте по-европейски друг другу докажем. Да? По-европейски. Какие мы хорошие ребята. У кого горло сильнее? Не перебивайте, пожалуйста. Я еще... Так вы же не даете мне это говорить. Я еще раз вам говорю о том, что меня лично никто не спросил, куда я хочу. Никто. Ни вы. Никто другой меня не спросил. Почему вы мне говорите о Евровыборе? Вы меня спросили? Студенты-то замечательно. Это я уважаю этих людей. А как насчет тех, кому 40-50? Вы их спрашиваете? А их никто не спросил. Почему-то. Я сейчас, Руслан Иванович, обращаюсь к вам, к городскому голове. А почему бы в городе сейчас не провести местный референдум? И давайте выясним, в конце концов. Это же спасибо. Нет, но я обращаюсь к вам, как не в партии регионов, как к городскому голове. И снять вот это напряжение. Я вам просто одну реплику. Совершенно правильно. Здесь можно с уважением относиться к ребятам, к молодежи, которые выразились. Послушайте. А вот действительно поколение. Есть много коммунистических партий, правильно? Много людей, которые правильно сказали. Я свою позицию человеческую выразил. Но, послушайте, правильный человек говорит. Некоторые хотят Россию, они считают там лучше. Послушайте, и вот теперь, послушайте, вот теперь вы говорите. И, послушайте, и самое главное возмущает ваша реакция. Почему вы считаете, что они плохие? А вы тут скажете. Послушайте, вот вы там, да, послушайте, вот они как-то сразу стона повышаются. Да, это нормально. И вопрос, самое главное, когда мы голосуем и принимаем решение. Ну, по референдуму это бы не надо как-то, это бы это сразу. Это предложение мое, я не решил. Да, да, очень не так. Потому что это опять будет определенная конфронтация, нагнетается и все. Но вопрос, когда мы соберемся, все проголосуем, высшее достижение. Демократия – это право выбора. И когда большинство определяет курс, меньшинство с ним соглашается. И большинство уважает мнение и позицию меньшинства. Для вас, реплика, наш устав был зарегистрирован 11-11-11-го года. Демократия юстиции для вас. Поэтому, уважаемые друг друга, наш устав зарегистрирован в юнии. Дмитрий, я могу здесь, а мне вопросов нет? Позвольте, я реплик поставлю. Сейчас, минуточку. Вот вы сказали, что это реперендум, это такое неоднозначное, конечно, предложение. Но относительно опросов, вот мы с ребятами сами организовались, собирали подписи за Евросоюз в Никополе. А после этого решили в одной группе ВКонтакте, типичной Никополе, провести опрос. Вы за Евросоюз, вы против Евросоюза, вы не определились. 51, там проголосовало где-то тысяча человек. 51% проголосовало... Что? 1350. 1450, даже сказали. Там 51% людей высказали за Евросоюз. Где-то 19-20, я даже не могу сейчас сказать. 29% высказали за всевозможный союз, и оставшаяся часть не определилась. Но это не репрезентативный опрос, потому что там в основном принимало участие молодое поколение. То есть, если будет референдум или какой-то другой опрос, там штат изменится. Но молодое поколение выбирает однозначный Евросоюз. Так, судить. Дело в том, что я не сужу. Я просто задаю вопрос, почему меня никто не спрашивает. А вот позвольте вас спросить, почему ваши аргументы, почему вы против вас, люди, почему вы за Россию? Интересно. Вы знаете, я всегда себя причислял к людям, которые трезво мыслят в первую очередь. На сегодняшний день, я не буду судить, правда это, неправда, то, что говорится. Как Евросоюз нам обещает за манухи, извините мое выражение, так и Россия может и говорить. На сегодняшний день Украинский институт экономики посчитал, что в случае вступления Украины в таможенный союз, мы получаем 10, около 10 миллиардов долларов прибыли в первый год. Я этому верю, потому что это считал действительно Украинский институт. Мои там этические соображения, о том, что там действительно наши братья сослуживцы, у меня брат вообще в Москве живет. С этой точки зрения тоже я считаю, что для меня лично, мне проще разговаривать с русскими. Я вам скажу так, может быть отвечу на ваш вопрос немножко по-другому. У меня дочка живет в Испании 10 лет, вот такая судьба сложилась, она уехала туда и осталась. Так я вам скажу, она работает официанткой на сегодняшний день. Вот она 10 лет работает официанткой. И она еще 10 лет будет работать официанткой. Я не говорю, что это хорошо или плохо. Она зарабатывает полторы тысячи евро в месяц. Но учиться она сейчас не сможет, потому что обучение стоит пять тысяч в месяц. Там, в Испании, где она живет. Вот квартиру у нас есть дома, она купить себе не может, он стоит 200 тысяч и выше. Вот. Вот что я вам скажу, вот мои аргументы. У меня там живет дочь, и я на сегодняшний день просто беру калькулятор и считаю. Все. Я вас понял. Тут вопрос был. У меня до вас вопрос. Это было уборение. Согласен. Согласен. Согласен полностью с вами. Насчет того, что когда били студентов, это вызвало возмущение у всех. Ну. Я вам скажу. Это я с твоей точки зрения. Я, кстати, не член парки региона. Устакуйтесь. Я никакого отношения к ней не имею. Я просто хочу сказать. Я просто человек с равными мозгами, который знает, что такое эскалація напряжения. Я вам скажу. Когда молодежь, о которой вы говорите, атакуют и занимают первый этаж Киевской администрации. Как вы лично это называете? Не, ну, это было до того, что пиздец. Треба у вас разумеется. Вопрос на вопрос для ответа. Вы это как рассеиваете? Я рассеиваю это как резервы. Как резервы после этой милиции. Как место ты можешь заправить? Так извините меня, пожалуйста. Так берите и идите с милицией разбирайте. Зачем вы занимаете первый этаж административного здания? В смысле? Вы нарушили... По-перше, это мэрия нелегитивно. Молодежь, подешивая активность. Вы мне вопрос задаете. Я отвечаю. Вы нарушили... Люди, которые оборвались в этом здании, нарушили работу государственного учреждения. Еще раз вам говорю. Нравится вам? Не нравится? Извините. Мы не пятикантеры, чтобы брать палки и идти друг другу правду доказывать. То есть, если есть нормальный инструмент. Вы боры. Я вам скажу. У вас есть молодежная организация? Собирайтесь между собой. Договаривайте. Идите к Днепровскому, к Токолю, к кому хотите. Януковичу идите. Идите и доказывайте, что у вас за вашими спинами стоит 500 тысяч человек. И поверьте мне, любой человек вас послушает. Но когда вы берете в руки палки, и идете доказывать свою правоцу. Чем? Вы против насилия насилия. Вы меня извините. Не получаете. Дайте я скажу про Киевраду. Киеврада сейчас функционирует полностью. Только не допускают Ова и его помощники. А то чего это? Нет. Потому что у нас есть выборы. А вон администрация, там же нет выборов. Молодые люди. Ну вы что? Как может быть? Кто сказал, что легитимный Киевский совет? Киевский совет сказал, что легитимный. Киевская рада легитимный. Киевский совет сказал, что легитимный Киевский совет. Вы понимаете, если выборы еще нам ждать, сколько там? Повторый год? Два года ждать. Я вам скажу, я отвечаю на ваш вопрос. Значит, смотрите, я опять же, я не спекулирую тем, что я сейчас говорю. Я вам привожу пример, я думаю, вы его поймете. 2011 год, 20 сентября, 12 тысяч военных людей в бывшем, из них в спецназах как минимум была половина. Значит, могли запросто, я отвечаю на ваш вопрос, там было всего лишь навсего 400 молодых парней, 20-летних, которые стали в два ряда перед Верховным Советом. Поверьте мне, нам разбросать этих пацанов было, ничего не стоило, вообще. Это было делом буквально пяти минут. Не успели бы те пять тысяч, которые шли от Арсеналья, не успели бы просто. Мы бы ворвались в Верховный Совет, а у меня вопрос, а дальше? Ну хорошо, ворвались, хорошо. Вот, я живу, я не поддерживаю никого, но правильно скажу, ну хорошо, дальше. Ну вы бы все равно не вырешуете. И секундочку, я договорю, и секундочку, что получается? Что мы пришли защищать конституционный строй, права человека, и при этом совершенно нахально выиграли тех, кто там сидят, и что? И давайте с вами посадим меня и вас, и побеседуем, как мы дальше будем жить, а дальше будут выборы. Опять то же самое все будет, что изменится? Мы с вами придем опять к тому же. Для того, чтобы выбрать новую власть, нужны выборы. Только всего лишь люди временные. Вот и все. Вы что хотите сказать, что мнение людей изменится за месяц? И через месяц все, буквально все в Украине станут за Евросоюз, или за Таможенный Союз. Да все мы останемся своими мозгами, как и были. Поэтому нужно сознание людей менять постепенно, не спешите. Вам свойственно молодежи, ваша вот эта экспрессия, вот прям сейчас, вот прям сейчас. Но не получится, ребят. Постепенно. Все, спасибо. Можно вопрос задать, пожалуйста, пока молодой человек стоит, я ему. А вот у вас тоже питание есть. Слушайте, можно, пожалуйста, последний вопрос. Можно вопрос к молодому человеку, как вас зовут? Егор. Егор, у меня только к тебе вопрос. Я у нас, можно? Такой вопрос. Ты спросил его о том, что про захватка МДА. Так. Вот представь такую ситуацию, да, мы уже европейцы. Как ты думал, в Европе хоть раз было такое, чтобы они захватывали эти здания? Они митинговали, они ходили, но они не захватывали. Я согласен, поступили неправильно. Но, пожалуйста, не перебивайте, он отвечает. В Европе протестувальники о четвертой рамки не бьют. Я вам говорю конкретный вопрос. Вы начинаете отпираться на меня другими фактами. Я согласен, это плохо. Но я конкретно спрашиваю. Европейец бы пошел бы захватывать ГМДА. Он максимум пошел бы, он собрал бы людей. Они пошли бы машами, с флагами и так далее за свои права, как они это делают. Но они бы не пошли захватывать здания. Они бы не мешали другим работать. Я в этом спрашиваю. Вы сделали бы не? Они такое. Я в глаза еще не забыл. Не забыл. Мы хотим Европу. Мы хотим Европу. Так может быть давайте мы начнем с себя. Мы начнем, перестанем мусы, как мы это делаем везде и по подъездам. Мы обзывать перестанем друг друга. Правда? Начнем место уступать бабушкам и так далее. Мы станем наконец-то людьми. Они устроим балаган. Это хорошо, что есть у студентов права. Я честно, я согласен. Это хорошо, что вы сейчас вышли на Майдан. Но поверьте, честно, много проблем сейчас в данный момент. И некоторым студентам, да, я представитель студенческого самоуправления. Мне, например, тяжело работать со студентами. Идет под конкретный бунт. Так может мы наконец-то перестанем бунтовать. И начнем делать дело. Начнем подъезды красить. Не подъезды, извините, я переизвините, что я перебил сюда. Мы... Тоже нужно и красить подъезды. Да, мы выходили. Да, я с молодых регионов, но я не прошу прощатики. Мы пошли убирать площадки. Красить их старые площадки. Конкретно я вам скажу. Дети помогали нам. И сказали, ой, спасибо, наконец-то покрасили нам футбольные ворота. Мы им дали по шоколадке за благодарность. Они помогали нам убирать. Реакция, знаете, какая ихняя? Они на месте же расстелились шоколадку и кинули бумажку на пол. Вопрос это сознание, понимаете? Мы не готовы немножко к этому. Да, в Европе хорошо. Но мы не готовы к этому никак. Европейцы бы так не сделали. Если хотите сейчас видеть себя в Европе, в будущем, так, может быть, начнем все везде по-европейски. Ну, давайте я еще раз, еще трохи скажу про европейский... Я думаю, в сегодня европейской країне, как бы так осталась вся подія, как осталась вся в нас в Украине, президент хочет, чтобы я как-то на это реагировал. Я, тому, что я согласен, сделали неправильно. Такого, возможно, даже бы не было из сознания. Но если мы начнем, каждый ты, я, вот Виктор, начнем с себя вести правильный образ жизни, правильно делать, хорошие поступки, не врать друг другу. Вот сейчас проходит, правильно он сказал, Радченко, проходит, собирают детям из неблагополучных семей податки. Это хорошо. Но когда прощаешься к вузам, все почему-то игнорируют их всех, свои заботы. Какие заботы? Зато на Майдане мы первые. Да, у нас права человека. Дайте, дайте, дайте. Как маленькие дети. Я особо принимаю систему Майдана и вакцией. Это хорошо. А по-другому, ты принимаешь цель? Влитку я сам особо разводу подарочки детям с малоспечной семьей. Кстати, я пользуюсь очень, извините, что я сейчас отражу темы. Я волонтер благотворительного фонда Детям Никополя. Сейчас с 1 по 18 декабря я обходил в вузы, многие меня видели. Идет сдача добровольной крови. Если вам 18 лет, у вас вес больше 50 килограмм, вы проживаете в Терапетровской области, я вас очень прошу пройти в центре пеливания крови и сдать кровь, а не ходить на Майдан, грубо говоря, по сути. Нет, на Майдан тоже хорошо. Но, знаете, в это время гораздо, наверное, помочь своему ближнему и спасти жизнь ребенку гораздо, мне кажется, будет эффективнее, чем ходить, заплачивать КМТА и так далее и тому подобное. Хотя то, что вы делаете, это ваш выбор, это хорошо. На этом основывается демократия. Спасибо. Спасибо. Я вам скажу, что нацизм, он осужден мировым сообществом на сегодняшний день. В Германии, чтобы вы знали, если бы кто-то выше, что нацизм, его бы похудели. Боярдия. Ребята, давайте не будем. Я с ним, я с ним. Во всем мире знаю, что вот это, вот это нацизм. Все, спасибо. Спасибо. Все, ответ был, да. Если вы хотите дальше еще подискутировать, давайте соберемся в следующий раз. Пригодите перепарку, пожалуйста. Спасибо всем, кто пришел. Подписывайтесь на наш канал. Поехали. 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 Поехали.